Добро пожаловать на территорию Божественного Исцеления. Мы сегодня с пастором Сергеем Марининым продолжаем говорить о Божественном Исцелении, о чудесах, о движении Духа Святого, о божественной вере, которая творит чудеса. И пастор Сергей, добро пожаловать. Приветствую всех, друзья. Спасибо, что мы двигаемся вместе. Аминь. Сегодня твой день для чуда может стать. Мы благословляем всех, кто смотрит нас. И пастор Сергей, мы в течение наших передач часто говорили о таких понятиях, как Логос, ну, как Рема, как Рема, да, мы чаще говорили. И сегодня хочется разобраться в том, чем отличается Логос от Рема. И мы знаем, что Логос – это слово, которое написано, написано в Библии. Но Библия писалась на греческом языке. И вот русский язык, он не всегда передает особенности греческого языка, когда мы читаем Библию. В одном случае там, может быть, написано, переведено на русский слово, а на греческом написано Логос. В другом случае у нас переведено то же слово, но на греческом – это Рема. И есть разница между Рема, божественным словом, откровением, как мы говорим, или таким просвещением, открытием, когда скрывается что-то, что мы раньше не знали, что для нас было недоступно, вдруг становится понятным, открытым, доступным и становится частью нашего убеждения. И Логос – это слово, которое написано, которое передает информацию. И, пастор Сергей, как я понял из нашего общения с вами, что для вас Рема имеет важную часть, большую часть. То, что, может быть, в каких-то ситуациях в вами двигало часто Рема, божественное откровение. Вот какое значение для вас имеет на самом деле? Основное, как и для любого верующего человека, я уверен, то, что мы обращаемся к тексту Писания по одной простой причине, что мы, погружаясь вот в эту информацию, потому что как информация, как информация, это, допустим, Библия, она не отличается от других каких-то книг или журналов. – Историческая литература. – Да, историческая литература. Вот. Это слово, это информация. Но когда мы обращаемся с Духом Святым вот к этому слову, то для нас важно начинать слышать. Этот текст, он оживает посредством того, что мы обращаемся к Отцу. И Дух Святой в нас, он наставляет нас вот на эту информацию. То есть наставляет, он открывает нам вот эту информацию. Эта информация, она становится нашим источником, нашим внутренним миром. И когда мы читаем Библию, когда мы изучаем Слово Божие, у нас цель. Мы хотим услышать, мы хотим услышать голос Божий, что Он конкретно может быть говорить сейчас вот в какие-то обстоятельства, в твоей жизни, что ты сейчас проходишь, какое направление. И это меняет. И Библия, она сама. Мы читаем описание героев веры, и все это происходило тогда, когда они слышали голос или было личное обращение. Да, потому что я знаю истории, когда люди, ну, люди образованные, люди там ученые или просто человек, он прочитал Библию, ну, и никакого на него оно не призвело, работает. И как и говорит Писание, что вот буква, она не несет жизни, но Дух Святой делает это Писание живым, Он животворит. Дух Святой оживляет этот текст, и Он как бы приходит в нашу систему ценностей, убеждений, преображая наше мышление в мышление Царства. Да, аминь. Люди, не рожденные свыше в мире, столько мы слышали, допустим, человек говорит, я читал, но я ничего не понял. Я читал, и, о, слушай, такая ерунда вообще, сплошные нестыковки. Или кто-то говорит, ну да, историческая книга, ну классно, да, я узнал что-то новенькое. А это была информация, это была буква, которая никак не меняет человека. Она богодухновенна, и Писание богодухновенное. Это значит то, что через Дух Святой мы открываем для себя это слово, и нас это преображает. Интересно вот наблюдать за апостолом Петром, когда он в посланиях Петра цитирует о том, что ранами Иисуса мы исцелились. И он же знал этот текст всегда, потому что это ветхозаветный текст из больших пророков. По-моему, Исаия об этом пишет, что ранами его вы исцелились. Но когда Петр пишет это в своем послании, он пишет это вообще на другом уровне. Он говорит, ребята, я был свидетелем, я видел, как кровь текла с тела Иисуса, я видел раны. И я хочу вам сказать, что ранами Иисуса вы исцелились. Это уже другое состояние Петра, потому что мы читаем потом в Деяниях, как Петр шел, его тень исцеляла больных. Да. Когда ты знаешь о библейском тексте, да, и когда он стал частью тебя, тогда это высвобождает такую божественную реальность царства, вот этого текста в твоей жизни. Пастор Сергей, а скажите, вот можно ли как-то, ну кто-то может сказать, я верующий, Дух Святой во мне, у меня есть отношения с Богом, ну вот я читаю как бы Библию, вот я живу, ну это, я читаю каждый день даже, может, Библию, но вот как бы откровений вот особо таких каких-то ярких, я не могу сказать, что они вот есть в моей жизни или там есть там, но вот можно как-то вот эту динамику получения откровения Рэма увеличить. Влияет ли это, прерогатива ли это только Бога, или также здесь мы можем проявлять какую-то инициативу. Да, то есть это инициатива Бога, да, или нам, мы можем как-то вот получать больше, больше из слова. Да, люди говорят, и я слышал об этом, то, что человек говорит, я не буду двигаться до тех пор, пока я не получу озарение, пока я не услышу голос. Так рассуждают. И нормально то, что действительно это прерогатива Бога, и это может происходить в любой момент, когда там человек идет по улице или там занимается какими-то вообще бытовыми вещами, и знаешь, вот как, о, Еврика, я услышал, Бог что-то проговорил. Так бывает? Конечно же, так бывает. Тогда другой вопрос, а как мы можем проявлять инициативу вот в этом направлении? Я думаю, что можем. Писание говорит, и мы часто говорим, то есть мы ищем его лица, да, мы берем слово Божье. И, ну, допустим, как я понимаю этот вопрос? Я думаю, что когда мы берем вообще слово, допустим, вот вся наша жизнь, это какие-то сферы, да, Библия говорит о семье, Библия говорит о финансах, Библия говорит о спасении, Библия говорит об исцелении. Нет ни одной, да, нет ни одной бы вот, которая была бы тема, чтобы Библия не говорила. Тогда что, допустим, вот ты хочешь что-то, чтобы изменилось вот в этом направлении, допустим, вопрос финансов, да, Библия, наверное, больше всего говорит о финансах, да, столько мест Писаний. И мы обращаемся вот к этим местам Писания, и у тебя нет Рема, но у тебя есть информация. И погружаясь в эту информацию, допустим, вот однажды, я делаю так вот, однажды я, ну, вот последний раз я беру слово, да, допустим, мне интересно, я хочу погрузиться вот в эту тему, а когда Иисус учит о Царстве Божьем, или что такое Царство Божие, Царство Небесное, почему вот сначала говорится так, вот здесь эдак, и меня все интересует, что связано с Царством Божиим. Он говорил, Иисус очень много говорил о Царстве, проповедуйте Царство Божие, приблизилось Царство Божие, что это значит, и я беру вот эти места Писания, в Римлянах написано, да, что Царство Божие, это что? Это праведность, мир и радость. Там написано, это не пища, это не питье, это праведность, мир и радость. На Святом Духе. Да, и что? Вот меня интересует эта тема, я выписываю вот эти места, я начинаю молиться, спрашивать Духа Святого, размышлять, брать разные переводы. Я беру вот это место, и я хочу мне, я хочу погрузиться. И вот написано, праведность, мир и радость. Во-первых, я сразу понимаю, что это не случайно такая вот, ну, как бы динамика, праведность, мир и радость. Я никогда не буду входить в радости, если у меня нет мира. И также я вот, ну, не получаю этот мир, если я не, вот, ну, не работаю в этом направлении, то есть, вот, поступать правильно, делать какие-то вещи правильно. Если я осознанно грешу, да. Да, и что? Я беру вот это местописание, допустим, оно для меня существует как информация, просто слово я беру, выписываю его, и я размышляю, что я могу сейчас, вот, я должен поставить себе, я беру это место, допустим, на месяц, да, я хочу просто все, вот, что связано с этим местом, я хочу проанализировать, я хочу погрузиться в это слово, и я хочу также действовать по этому слову. И я для себя выписываю несколько пунктов, допустим, там, что я по этому, вот, вопросу буду делать или не делать, допустим, вот, я не буду поступать так, да, я вот возьму пост от этих вещей каких-то. Кстати, когда я вот, ну, размышлял об этом, я тогда получил откровение, да, Бог мне сказал, я хочу, чтобы ты начал брать, взял пост, я взял пост, вот, не кушаю, я отказался от еды день, два, три, но чувствую что-то, что-то вот, ну, не то, не так, ну, и я молюсь, и Бог мне говорит, вот, я слышу такая мысль, я хочу, чтобы ты взял духовный пост, что такое духовный пост. И, знаешь, так интересно, я увидел в Ветхом Завете, что священники, у них на рукавах были, вот, знаешь, такие кисточки, которые каждая, вот, символизировала какое-то правило, заповедь, и у них, как бы, вот это было перед глазами, и меня это натолкнуло на такое, вот, знаешь, мысль, такое откровение, что у меня были какие-то твердыни, да, и я начал, что такое духовный пост, тогда для меня, а я наставил себе кресты на руках, чтобы это, как бы, вот, и я говорил, а три дня я не буду реально не, я не буду, допустим, врать, три дня я не буду ни врать, ни преувеличивать, на самом деле, ты мне сейчас сказал, ты что, врешь, что ли? Слушай, мы столько можем, вот, ну, поймать себя в течение дня, где ты вот просто, ну, какие-то вещи, понимаешь, где-то неосознанно, где-то ты специально хочешь, там, ну, как-то вот вырулить, там, что-то там не обидеть человека, и я попробовал, три дня реально, вот, вообще, понимаешь, вот, да, жестко, три дня, духовно, да ты что, да, я позеленел вообще, мне так это было трудно, когда я сосредоточился, сфокусировался, чтобы, вот, отложить, вот, как у апостола Павла Ветхого Ефесяна говорит в 4 главе, а отложить вот этот образ Ветхого человека, то есть, как бы, и я начал вот делать эти вещи, связанные вот с праведностью, с самодисциплиной, и я понимаю, что нам нужен Дух Святой, Его благодать, что Писание-то называет нас совершенными уже, потому что твой Дух совершенен, потому что этот Дух Иисуса Христа одним приношением написано, Он сделал нас совершенными, но, но есть плоть, ты продолжаешь делать какие-то вещи, Дух-то Он совершенный, но нам нужно так, чтобы Он преобладал, чтобы мы начали распинать свою плоть, и тогда смотри, и Бог мне показывает праведность, мир и радость, да, и тогда я беру какие-то пункты и начинаю двигаться в них для того, чтобы вот эта информация, конкретно это слово, оно стало становиться Рэмой, и походу я получаю откровение, это слово оживает, я беру слово, я начинаю погружаться в него, это значит действовать, исполнять какие-то вещи, и это уже, знаешь, касается уже меня лично, это касается моей плоти, это касается моего Духа, и походу, беря вот это слово, Логос, как Логос, как информация, оно начинается перевоплощаться, сверхъестественным образом, и так вот ты можешь осуществлять определенную динамику, да, Бог суверенно что-то говорит, и Он может являться в любой момент, слава Богу, но, слушай, но я не могу, ну тогда я завяжу, то есть скажет Он мне, не скажет, понимаешь, но Он уже сказал, и тогда есть определенная ответственность, Он мне дал это слово, я могу работать, я могу погружаться, это моя ответственность, это инструкция, эти вещи, что значит стоять на слове, это брать это слово и начать, начинать применять его в твоей жизни, в своей жизни, и тогда вот ты просто берешь какую-то тему, которая может быть сейчас, вот такой период, такой сезон в твоей жизни, и ты начинаешь набирать обороты, и с исцелением это вообще легко. Точно, можно по стратегии я тут скажу? Да. Потому что когда я получил, я сейчас только это на самом деле начал осознавать, когда я получил вот это вот, как бы в моем мышлении пазл вот этот вот сложился, что исцеление это моя ответственность, но это было как бы, ну это была мысль, которую я принял, и вызов молиться за исцеление, и когда я начал видеть, что Бог исцеляет, хотя у меня не было такого откровения, то есть для меня было просто написанное слово, Иисус сказал, ходя, когда вы будете по жизни ходить, делать какие-то дела, идти на работу, идти в церковь, идти на учебу, больных исцеляйте, мертвых воскрешать, бесовзгонять, но это не было моим откровением, я просто начал действовать. Это было слово. Я просто, да, надо молиться, но я буду молиться, будь исцелён, будь исцелён, будь исцелён, и сотни людей. Прошло время, это стало моим образом жизни, моим убеждением, моим откровением. Я сказал, слушай, я хочу учить об этом, потому что это не просто написанное слово, это моя реальность, в которой я живу, но оно не было сначала моим откровением. Когда я начал действовать, потом оно стало моим откровением. Ученики, получив послание от Иисуса Христа, если мы даже посмотрим на книгу «Деяния», они были вводимы в первую очередь словом, посланием. Он дал им слово, и они пошли. И когда мы видим, что они шли по городам, и вот тогда Дух Святой, он, тогда, когда ты взял послание, тогда, когда ты взял слово, Дух Святой, он начинает открывать тебе. Ты можешь туда пойти, туда не следует идти. Помнишь вот эта история, по-моему, в «Деяниях», да, в 19 главе? Они шли, они проходили города, и там вот просто Дух Святой, он корректировал. Но когда это происходит? Не тогда, когда ты взял послание, когда ты взял, вот, вот, и это еще, может быть, не твое откровение, но ты берешь слово, и ты хочешь, вот, чтобы это слово становилось, Рэма, плотью, вот, плодом в твоей жизни, ты начинаешь применять, ты начинаешь двигаться в этом. И Дух Святой, написано, Дух Святой дан для тебя. Он, написано, он помощник. А что значит помощник? Знаешь, это тоже, это не игра, на самом деле, слов. И вот нам нужно договориться о том, что он сопровождает тебя в случае, когда ты проявляешь инициативу, тогда, когда ты делаешь вот эти шаги веры, и там не вопрос твоих чувств, может быть, не вопрос какого-то озарения. Очень классно, когда Бог пришел и дал тебе озарение. О, это вообще, это, это очень круто. Но слово, оно уже пророческое, оно уже произнесено, оно уже доно, оно уже, да. И тогда ты берешь это слово, и, и тогда он, дан тебе написано, он помогает тебе. И водительство Духа Святого, оно начинается с нашего, с нашего подключения. Римлянов 8 глава. Суть Сыны Божьей. То есть там говорится, тогда, когда мы избираем Дух, тогда, когда мы избираем Слово, мы попадаем вот в это сопровождение. Да. Мы проявляем инициативу, мы идем по Слову. И Дух Святой начинает нас вести, управлять нашим шествием, нам нужно сделать шаг. Да, да. Мы с пастором Сергеем побуждаем вас начать действовать на основании Божьего Слова. И мы гарантируем вам, друзья, что вы будете видеть чудеса, потому что Дух Святой будет вести вас. И Слово Божье, работает оно живо и действенно. Когда я родилась, мне поставили врожденную порог сердца и сказали, что если мне срочно не сделать операцию, то я могу умереть. И полгода назад мне сказали, что мне нужно подавать заявление на квоту и ждать операции. 26 апреля мне назначили госпитализацию. Я была в Молодежном Годе для Иисуса в проекте в Пельме. И я уехала оттуда преждевременно. Мне сказали, что я смогу закончить потом его. И когда я приехала в Питер обследоваться, мне сказали, что тебе нужно сделать УЗИ заново, потому что нам не нравится то, что тебе делали до этого. И потом, когда врачи положили меня, сказали, что... Они позвали других врачей и начали смеяться. И я не понимала, почему. Я спросила, почему вы смеетесь. И они сказали, нам что, тебя зря резать? У себя ничего нет. И дали документы, сказали, что ты полностью здоровая, у тебя нету даже сердечной недостаточности первой степени, нету никаких пороков, нету дефектов. И врачи выписали меня. Вы не должны бояться того, что ждет вас впереди, потому что у Бога свой план на каждого из вас. И не бойтесь просить помощи у Бога, потому что Он знает, что для тебя лучше, Он знает, как лучше. И даже если это будет какая-то операция или еще что-то, то Бог усмотрит даже в этом плане. Субтитры создавал DimaTorzok